И все же мастерская Деда Мороза приехала в МИАС. Напомним, волонтеры из Челябинска еще на прошлой неделе запланировали выступление перед мияскими ребятишками из детского дома. По дороге произошла авария, в которой погибла одна из участниц шоу. Ровно через неделю волонтеры все же приехали к ребятам в МИАС и провели мероприятие в память о девушке. Ярослава Радченко была как лучик света, говорят о ней коллеги. За день до трагедии девушка отметила свой 21 день рождения. По дороге в МИАС машина, в которую ехала Ярослава, потеряла управление и перевернулась в кувет. Девушка погибла на месте, два пассажира и водитель в больнице. Естественно, мероприятие мастерская Деда Мороза в МИАСе пришлось отложить. Она была очень позитивная, жизнерадостная, пела в группе, была творческим, жизнерадостным человеком. То есть она безвозмездно ехала провести это мероприятие, порадовать детей. И детей решено было порадовать, несмотря ни на что, в память о девушке. Мастерская Деда Мороза приехала к ребятам из МИАСского детского дома и поселка Травники. Волонтеры привезли для ребят более 10 мастер-классов. Кстати, учителями выступили сами воспитанники детских домов. Научиться новому несложно, главное иметь желание, уверен воспитанник МИАСского детского дома Дима Белобров. Главное желание иметь. Если ты имеешь желание, то можешь научиться, а если ты не хочешь, то и ничего не будешь учиться. Алена Полетаева, воспитанница детского дома поселка Травники, рада, что появилась возможность продемонстрировать все свои таланты. Вдруг кто-то захочет взять ее к себе. Мы рады, что попали на такой праздник, потому что мы хотим, чтобы все жители города узнали нас получше и чтобы мы понравились им. Алена, как и Дима, не могут не понравиться. Ребята учатся на 4-5, спокойные и рассудительные не по годам. Даже новогоднее пожелание девочки имеет простой, но такой глубокий смысл. Ну, чтобы были все счастливы. Мероприятие прошло на отлично. Ребята смогли пообщаться со сверстниками из другого детского дома и детьми из полных семей. Именно на таких мероприятиях стирается социальная грань. И за одним столом они просто дети, без ярлыков и социальных статусов.